Так вот, вам понятно, Дмитрий, почему Баку все-таки пошел на военное решение конфликта с Нагорным Карабахом? Я могу высказать лишь свое мнение. Да, скажите. Понятно лишь президенту Азербайджана, что Баку был уверен в том, что серьезного сопротивления он не получит. И со стороны миротворцев российских находят. У миротворцев нет задачи воевать, у миротворцев есть задача пресекать войну. Но главное, Армения сама признала, простите меня, пожалуйста, Карабах в честь Азербайджана. Это была, на мой взгляд, ошибка, но не мне решать, правильно ли поступило правительство Армении. После этого позиции миротворцев стали значительно более шаткими. Сегодня, вы, наверное, знаете, состоялась встреча карабахской и азербайджанской делегации. В заявлении о встрече говорится, что достигнута договоренность о проведении в ближайшее время новой встречи представителей Арцаха и Баку. О чем могут быть эти переговоры? Как мне кажется, может быть две темы взаимонесовпадающие. Либо одна, либо другая. Либо одна тема. Как к армянам и азербайджанствам жить в Карабахе вместе? Как наличие азербайджанской власти армяне должны сохранить свою самостоятельность, свою способность защищать свои культурные хотя бы интересы? Либо второй вопрос. Как сделать так, чтобы Карабах стал азербайджанцем? Третьего вопроса я не вижу. Либо так, либо так. То есть, еще надо понимать, какая роль у России в этих переговорах? А она есть. Насколько я понимаю, армянское правительство не видит нас в этих переговорах. Она видит американцев. А что касается Карабаха, можем ли мы, имеем ли мы право здесь участвовать без согласия вас? Это же не наша страна. Но я думаю, что присутствие России в этих переговорах было бы не лишнее. Но это опять же мое личное мнение. Это не мнение российского государства. Погибли и российские миротворцы. Вы, наверное, знаете об этом. Алиев уже успел извиниться за это. Кстати, так было и во время гибели российских летчиков. Верстолет которых сбили на территории Армении. Помните это, да? Да, более того, я еще помню самолет наш, который сбили турки. Если вы думаете, что кто-то из нас это забыл, то заявил. Да, помните? Да, да. Это российский самолет. Это все помнят. Вы поверьте, в этом смысле у нас память хорошая. Многие считают, что одной из целей нападения Баку на Нагорный Карабах, Дмитрий, было втягивание Еревана в боевые действия. Вы так думаете? Не мне судить о военной стороне дела, но мне почему-то кажется, что возможности у армии, к армии сегодня значительно меньше, чем у азербайджанской. И втягивать можно, потому что свой дом будешь защищать тем, что есть. Не будешь думать, автомат у тебя или ружье. Но что дальше? Аннексия самой Армении? Но это же гражданская война на десятилетие. Люди же не примут такой аннексии. И как не относиться к руководству Азербайджана? Там люди умные есть. И они понимают, что это для них будет такая проблема. Они себе вырастят проблему, наверное, многие годы. Поэтому горячие головы, может, так и думали. Но здравомыслящие люди должны понимать, что ничего хорошего в этой ситуации не имеют. Она просто превратит в мир перемирие. Через некоторое время все равно где-то что-то взорвется. Помните, генерал Фош говорил, французский, что Версальский мир – это перемирие на 19 лет. К сожалению, на Южном Кавказе, боюсь, что… Я не представляю себе мира, который был бы больше, чем перемирие. Потому что ни одна сторона своих позиций не сдаст. Можно сдать военные позиции, можно ввести армию. Но ввести армию в головы людей нельзя. Люди все равно будут воспринимать свою землю как свою. Вопрос все-таки открытым отстаете. Теперь ответственность за безопасность армян Нагорного Каравала на кого лежит? Мне думается, что в первую очередь все-таки на Павильске Армении. Армении? Еревана? Имейте в виду? Потому что чьи граждане живут в Каравате? Нет, это понятно, Дмитрий. Стоитовского государства нет. Я понимаю, к чему вы ведете. К ответственности наших миротворцев. Но их возможности, еще раз повторю, после того, как Армения признала Карабах частью Азербайджана, наши возможности и так небольшие. Стоитовского уменьшились. Я думаю, что если бы миротворцев не было, ситуация в Карабахе была бы жестче. И переговоров, может быть, вообще не было бы. А было бы решение, как бы это по-дипломатичнее сказать, более жестоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова